На мой взгляд, это тоже в развитии того, что только что мы говорили, вообще про наличие живых персонажей. При полном отпуске живых персонажей начинается поиск. Но поиск не в тех, которые непонятно, что из себя будут представлять. Тот же Прохоров оказался слишком малоуправляемым и поэтому опасным. Тот же Охлобыстин. Что там с ним произойдет, кто его знает. А с Явлинским в этом смысле все гораздо понятнее. Он давно изучен, все, что он скажет, понятно. И в общем-то в этом смысле он вполне устраивает эту систему. Плюс это на самом деле демпинг. Все-таки, как или иначе, 10 лет назад Явлинский был федеральным политиком. Сейчас он согласился уйти работать в ЗАГС. Многие мои коллеги не верят в то, что он пойдет работать в ЗАГС. Я вполне себе понимаю, что то, что он говорит о том, что он действительно может пойти работать в ЗАГС, это правда. Именно поэтому, когда такой демпинг происходит, то есть каждый политик федерального политика не готов уйти, это вполне устраивается будет сегодня Кремль. Именно поэтому, понимаете, электоральные перспективы. На мой взгляд, электоральные перспективы сегодня, они, ну, как бы на процентов на 30 только реальные электоральные перспективы, а процентов на 70 это некие там вертикальные договоренности, которые спущены. Я считаю, что сегодняшним властям вполне не помешает фракция Явлока из трех человек, я бы так сказала. Или из одного, да? Ну, вот на мой взгляд, даже из трех не помешает. Андрей? Да, я бы добавил насчет Петербурга, именно действительно забавная получилась ситуация. Во-первых, я бы обратил внимание для сведущих в петербургской политике людей, да, как насколько жестко кинули Максима Львовича Резника, который должен был возглавить список Явлока, и Явлоко где-то по опросам там Рейтинг колеблется в районе 5%, он имел вполне реальный шанс возглавить его, пройти и стать, наконец, депутатом. Он уже много лет не может им стать его, но известно, что у них напряженные отношения с спортивным руководством, и делается такой ход, когда сюда выставляют Явлинского, да. Ну, я не думаю, что Явлоко на этом что-то приобретет по голосам, потому что Явлинский ничем не популярнее наших яблочников, да, питерских, особенно для их электората. И что он будет делать в ЗАГСе? Зачем нам Явлинский в закоэтном собрании? Питерскими проблемами он явно заниматься не будет, это не его уровень. Он такой барин, мальяжный, идеолог, он себя считает там политическим мужем таким вот, на счет государственного масштаба, да. Он будет иногда подниматься на трибуну, произносить какие-то вольерные речи и сходить с ней, да. То есть, я думаю, что тройку они сняли, поэтому остается один Явлинский, вот вполне реальный сценарий. Хорошо Явлинскому, хорошо нынешней власти, плохо Петербургу, плохо, в принципе, петербургским избирателям Яблоко. Хотя, конечно, это их дело, им судить, как здесь себя вести, но, по-моему, здесь ситуация четкая и вполне понятная. Ну, именно этим и плохая сегодняшняя такая вертикальная структура партийная, да, что там особо-то не рыпнешься. Решили и вперед. Ну, собственно, дай Бог, чтобы там оказались в ручке Амосов и такие вот там такие испытанные бойцы, которые действительно отнесли приз в пользу города. Да, я бы добавил еще, что вообще мы рискуем получить очень интересную ситуацию в Питерском ЗАГСе, когда там окажется сразу несколько бывших политиков федерального масштаба, бывших на первых ролях. Я думаю, что Сергей Миронов и Оксана Дмитриева вполне могут оказаться депутатами Питерского ЗАГСа, да. Справедливая Россия не факт, что проходит Государственную Думу, но вот будут заседать теперь в этом собрании. Будет оно таким отстойником для бывших федеральных федераций. Ну, не только Совет Федерации, да. Его же хочет, ну, клиент, реформировать, вот теперь в Питерском ЗАГСе. А вы готовы заяву как проголосовать в случае если это единственная партия? Ну, в принципе, это единственная партия, которая хоть как-то там без того, чтобы сделать. Ну, смотрите, я просто уже как бы говорила про позицию партии СНОРОДНОЙ ЗАГСе, которая в воскресенье решила выступить со своим предложением ко всем политическим партиям. И в этом смысле это такая открытая, что называется, аферта, открытая предложение. Те, кто готов будут поддерживать наше видение развития города, мы, соответственно, будем готовы их поддержать. Это может быть одна партия, две партии. Или ни одной. В зависимости от, скажем так, коммутации в нашем взгляде. Да, мы все-таки представляем себя политическую организацию, поэтому тут не годится разговор нравится нам кто-то или не нравится как персоналий. Соответственно, как бы, можем ли мы серьезно взаимодействовать как политические организации. И я думаю, в среду мы разошлем наши предложения и, соответственно, посмотрим, что там будет. Ну, я думаю, что даже отсылать не будем. Нет, им не будем. Что касается... А то ведь не согласятся еще и договоры. Что касается позиции другой России, то мы, естественно, вариант поддержки яблоко не рассматриваем по указанным выше причинам. Мы могли бы, наверное, поддержать КПРФ, но в той ситуации, когда они берут в десятку федерального списка Черкесова, а в Петербурге Владимир Дмитриев, лидер КПРФ, нам рассказывал о том, какая замечательная у нас губернатор была, Валентина Ивановна Матвиенко, и как она помогала там восстанавливать памятник Ленину, и поэтому нужно ее поддерживать. И, видимо, так же они будут относиться к новым городским властям, мы не видим возможности никакой поддерживать. И, опять же, бедный электорат КПРФ. То есть это явно оппозиционно настроенные люди, но куда уйдут их голоса, к кому? Вот, как я уже говорил, пять членов Парнас баллотируются по списку яблока. И я думаю, что возврат политиков федерального уровня на уровень законодательного собрания придаст некий вообще вот парламентаризм этому законодательному собранию. Оно уже действительно стало отстойником полным. То есть мы не видим там ни нормальных, ярких, ни нормальных личностей мы там не видим. Мы видим, в общем-то, застой полный. То есть если там будет там кто-то из бывших федеральных, я думаю, Санкт-Петербург от этого не приобретет, в мое мнение. Конечно, там можно предъявлять претензии к Явлинскому. Насчет Резника я могу сказать, что его шансы сильно и не уменьшаются. Он может спокойно стать депутатом. Если он известный человек в городе, вполне шансы у него остаются. Я думаю, он этими шансами воспользуется. Насчет того, что действительно мы в последние годы что видели? Что законодательное собрание полностью все одобряет, то, что дает ему, представляет все проекты в Дельную Россию вместе с администрацией города. Может быть, наконец, ситуация как-то изменится. Парламент начнет учитывать мнение горожан, наконец. Может быть, эти глупые проекты насчет 500-метровых башен как-то там более-менее прекратят свое проявление. И, может быть, Петербург как-то более заявит о том, что все-таки достоин выборов губернатора, а не назначение нам неизвестно кого постоянно. Спасибо. Я считаю, что это скрипно.